В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Широтон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого выпуска. Снизить себестоимость. Государственная информсистема в строительстве начнет работу с начала 2018-го. Прогноз неоптимистичный. Облигации федерального займа могут не вызвать интереса у граждан, считают эксперты. И положительная динамика. Индекс промышленного производства в Башкортостане стабильно закрепился в плюсовой зоне. Теперь подробнее. Государственная информационная система ценообразования в сфере строительства заработает в 2018 году. Цель ее создания – мониторинг цен на рынке строительных материалов. Собранную информацию будут использовать по всей стране для составления проектно-сметной документации. Особенностью системы станет то, что при ее наполнении будут учитываться цены не поставщиков строительных ресурсов, а их производителей. Эксперты отмечают, что стоимость стройматериалов у последних, как правило, существенно ниже. На текущий момент разработана классификация стройресурсов и перечень компаний-производителей, которые обязаны предоставлять сведения в систему. В тестовом режиме ее запустят в конце сентября текущего года. Методология ценообразования строительных ресурсов будет складываться из нескольких пунктов. Среди них затраты на труд рабочих, технику и другие. Поставщикам поставлен заслон. И информация будет собираться именно от производителей строительной продукции. То есть та информация, как только поступит от вас, она и будет определять цену строительства. Промышленное производство в Башкортостане с начала года выросло более чем на полтора процента. Это десятое место среди 14 субъектов Приволжского федерального округа. В среднем по стране показатель чуть более 1,1 процента данной приводит служба статистики. В первом квартале 2017-го все субъекты ПФО, кроме Удмуртии, показали опережающую динамику. Наибольший рост промышленного производства зафиксирован в Мордовии 20% к прошлогоднему уровню. На втором и третьем местах Ульяновской и Пензенской области плюс 11,5% и более 6% соответственно. Соседний Татарстан оказался на шестой строчке с показателем 4,7%. В этом году рост промышленного производства в Башкортостане в первую очередь обеспечили производство транспортных средств и оборудования, лекарственных препаратов, готовых металлических изделий, компьютеров, оптики и электроники, а также обработка древесины, целлюлозно-бумажное, химическое и текстильное производство. В то же время отмечается отставание в таких отраслях, как металлургия, более чем в три раза к прошлогоднему периоду, в сфере электрического оборудования, изделий из кожи, мебели и нефтепродуктов. Информация о курсах валют, установленных Центробанком, на среду. Доллар и евро синхронно подешевели. Курс американской валюты снизился на 27 копеек и оценивается в 55,97 рубля. Европейская валюта подешевела на 22,59 рубля. Лучшие обменные курсы на текущий момент. Покупка доллара в Промтрансбанке и Телекоммерсбанке за 56,05 рубля, продажа в Россельхозбанке за 56,45 рубля. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Россельхозбанке и Телекоммерсбанке за 60,00 рубля ровно, по продаже также в Телекоммерсбанке и Банке Югра за 60,30 рубля. Государственные облигации для физических лиц могут не вызвать интересы граждан, считают эксперты. По мнению ряда аналитиков, востребованность госбумаг может помешать их низкая доходность, схожая со ставками по депозитам и недоверие людей к подобным механизмам заимствований. Государственные облигации для населения представляют собой долговую расписку номиналом 1000 рублей. Минимальная сумма покупки 30 тысяч рублей, максимальная 15 миллионов. Особенностью бумаг является то, что они имеют минимальную степень риска, сохранность средств, вложенных в них, полностью гарантирует государство. Кроме того, они не будут облагаться налогом на доходы физлиц. Деньги размещаются в облигациях на три года с доходностью 8,5% годовых. Операторами выпуска стали два кредитных учреждения с госучастием – это Сбербанк и ВТБ-24. Отмечу, что объем размещения бумаг для населения невелик – всего 20-30 миллиардов рублей. Для сравнения, это недельный объем заимствований, привлекаемых Минфином страны на рынке. Есть смысл заходить в эту бумагу, если вас интересует долгосрочное вложение на срок более двух лет, потому как в перспективе трехлетнем диапазоне ставка достаточно привлекательная. Я думаю, что такая ставка именно в первый сделан выпуск для того, чтобы заинтересовать как можно больше людей, попробовать данные инструменты. Основная задача, на мой взгляд, это финансовая грамотность, это приобщение граждан Российской Федерации не только к банковским депозитам, но и к участию в инструментах финансового рынка Российской Федерации. Меня смущает, во-первых, невозможность в течение первого года погасить эти облигации без потери доходности. Второй очень важный момент – это комиссии. То есть по вот этому спецвыпуску ОФЗ, так называемому ОФЗ-Н для населения, комиссии будут составлять до полутора процентов при покупке и до полутора процентов при продаже. Вы представляете, 3% от доходности вы отдаете только на комиссии Госбанком. Ну, лично мне вот это вот не нужно. То есть я могу купить классическую ОФЗ с комиссией 0,1. О новостях пока все. Далее Московская студия.